Когда мы слышим слово сафари, то представляем африканскую саванну и человека, передвигающего по ней в поисках крупных диких животных. Это львов, носорогов, буйволов и слонов. Историческая картинка демонстрирует человека в кровь, кроме шлема и с ружьем в руках, а современная – на внедорожнике и с фотоаппаратом с длинным объективом. А сафари в Египте – это экскурсия, во время которой туристы вывозят в пустыню, которая начинается за городскую стену Шар-Мельшей. Для того, чтобы рассекать по пескам пустыни, можно выбрать кудроцикл или багги. Первая остановка – деревня Бедуинов, где можно покататься на верблюдах. После чайной церемонии туристов везут в город Пирамид, где можно увидеть сфинкс, лабиринты, гробниц, бараон и египтские пирамиды. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Экипаж Оранжуя Дуксотки представляет. Дорогие друзья, я всех приветствую на канале Экипаж Оранжуя Дуксотки. Значит, приехали мы в этот раз в Египет заснять для вас эксклюзивный, очень интересный контент. Ну вот сзади у меня квадроцикл находится, а мы приехали сегодня на сафари. Вот, посмотрим, как проводится данное мероприятие. Я думаю, будет очень интересно, постараюсь все для вас самое интересное заснять. Так что, ну, все сами увидите, будет круто. Погоняем по пескам, по пустыням. Вот, но пока посмотрите, какие красивые виды. Море, горы, вот. Ну и сейчас отправимся в такую группу вариатор мини-путешествия. Посмотрим. Все, дорогие друзья, включусь уже у наших внедорожников. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот наша джипа. Тойота. Такие красивые места. В общем, сейчас будем по пустыням, по горам и посмотрим. Сейчас погоним. Ну, как мы любим. Это самое, как бы дыхалку тренировать, да, потому что там, вот, последний лагерь, это 2,265. То есть там уже Среднегорье, там дышится уже не Ахтиков. Ну, понятно. Подержаться все равно надо. А за что держаться-то? О, окошко приоткрыли. Что ж, начинаем. Так, с вами. У вас будет плюс. Продолжение следует... 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 Какова красота, ну какова красота? Когда ты смотришь, чё смотришь? Одна меня, а та Ты поцелуй дороже места Чем самый драк и ценный на свете мута Я бы за него все сейчас отдал Мне понятно, как так получилось, что мы встретились на этой очень круглой земле Но каждую ночь я думаю о тебе Ну какова красота Когда ты смотришь, че смотришь на меня, а та Ну какова красота Когда ты смотришь, че смотришь на меня, а та А че касае мое А, пусть ела Да, она просто все мое Она просто все мое А че касае мое А че касае мое А че касае мое Ну в общем Это все утре И все как-то будет Таким образом А так будет жара 40-45 В августе Мы в июле И 40-45 Без воды, конечно, ходить на сафари Вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, пока я там дальше красота открывает. Друзья, цветной каньон Салам называется. Друзья, вот в такое место мы сейчас зайдем, посидим, чай попьем. Встретимся на здоровье. Пьем горячий чай. Держите стаканчик с краю просто. Чай какой-то из трав. Знал бы я, что это за трава и сможем ее дальше уехать. Пьем горячий чай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы объехали этот каньон и едем уже в сторону стоянки И дороги у нас проходят исключительно по пустынным местам, по пустыням, по пескам И Toyota, конечно, себя очень шикарно показывает Как раз вот вы сейчас увидите, какие мы резкие проезжали довольно глубокие холмы Ну, сейчас все увидите Мы находились на Синайском полуострове Полуостров в Красном море, часть территории Египта, граница между Азией и Африкой Он расположен между Средиземным морем на севере и Красным морем на юге И является сухопутным местом между Азией и Африкой В основном территория занята пустыней Ближе к югу имеется гора, самая высокая точка гора Святой Екатерины 2637 метров На полуострове открытое месторождение нефти Традиционно также сбывалась бирюза Так что, когда уже приехали, мы с тобой все сезону фонды И мы попрашиваем, и мы там не сопровожим Мы не будем, мы все поехали, и все террористически спрашивают Поехали, и мы все проехали А мы ждем по мицу Опять в Азии порад, и мы все еще не попоехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это специально одежду мы одеваем, чтобы не сгореть, ведь сейчас 40 градусов и сгореть на солнце можно очень легко. И, кстати, традиционная одежда современных египтян состоит из длинной рубашки простого кроя, которая дополняется широкими штанами и поясом кушаком. Продолжение следует... Но еще дополнительно останавливались у лагуны. Ну, в общем, можно было понырять и посмотреть на разнообразие рыб. Все-таки Красное море считается очень разнообразным. Ну, как-то так. Все, в принципе, очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!